Он предлагает тебе со своей половины перевести тебе еще 10%. А зачем мне подачки-то от этого убийцы? Почему тело погибшего бизнесмена не могли найти несколько лет? Зачем вдова стала сожительствовать с убийцей первого мужа? И простит ли сын смерть отца? Он думает, что эти деньги, миллион семьсот тысяч рублей, лежат у Тагайбека где-то на полочке и специально его дожидаются. Фекалия должен прощать Химову, нанесенный мне ущерб. Кабина пластикового уличного туалета обрушилась на крышу иномарки и полностью утопила ее в фекалиях. Что это? Роковое стечение обстоятельств? Или чья-то изощренная месть? Кирилл не сдержался, схватил ружье. Я единственное не знаю, откуда он взял патрон из пули. Обычно с дробью ходят. Наверное, приготовил. Мужчина во время охоты застрелил лучшего друга. Что это было? Роковая случайность? Несчастный случай? Или умышленное убийство? Наталья Плугина пытается добиться смягчения приговора для мужа и выплатить компенсацию вдове мужчины, которого случайно застрелил ее супруг. Мария Колесова требует увеличить сумму. Уверена, преступление было осознанным и спланированным, потому что ее муж был любовником жены убийцы. Я представитель своего мужа Плугина Кирилла Антоновича и пригласила на эту встречу Марию в связи с тем, чтобы передать ей компенсацию в размере 500 тысяч рублей. К сожалению, это все деньги, которые у меня есть. А за что? Что вы хотите компенсировать Марии Романовне? Да, я хотела бы рассказать историю. Понимаете, дело в том, что мой муж и семья Марии, и муж Егор, они были очень хорошими друзьями со студенчества, очень хорошо общались, очень хорошо дружили. Но по каким-то, я не знаю, роковым стечениям обстоятельств, вот весной на охоте, мой муж просто застрелил мужа Марии. Понимаете, пуля прошла... Не просто застрелил. Просто. Не просто. Это просто катастрофа, я не знаю, как это описать. Это просто катастрофическая какая-то несправедливость. Мой муж сейчас в СИЗО, идет следствие, понимаете, потом будет суд, и я хотела бы, чтобы и он очень просил, и я прошу тебя, Маша, как бы, чтобы ты приняла эту ситуацию и каким-то вот образом просто вот приняла эти деньги. Это все, что у меня есть, 500 тысяч. К сожалению, и суд, я надеюсь, что смягчится и просто примет этого внимания, понимаете, и вот эту статью изменится 105-й на 109-й. Потому что я верю своему мужу, он абсолютно невиновен. То есть сейчас 105-й, то есть это убийство? Сейчас, да. А 109-й у нас по неосторожности. Да, да, да. А это по неосторожности произошло? Нет, это умышленно произошло. Кирилл случайно убил Егора на охоте? Да, случайно, совершенно случайно, понимаете. Это... Ну, я говорю, они же были друзьями, они просто любили эти мероприятия. И он целился... То есть заедлые охотники были? Они были заедлыми охотниками. И Кирилл и Егор, да? Наверное, да. И Кирилл, он целился в уток, понимаете. И просто Егор как-то шел впереди, и вот эта траектория пули, он тоже целился, захотел в какую-то там дичь, и просто она попала, я не знаю, это просто случайно, рукавая какая-то случайность. Выстрел оказался смертельным, да? Да. Да, к сожалению, Егора не вернуть, и я понимаю чувство Марии... То есть вы в качестве компенсации, Наталья, предлагаете 500 тысяч рублей. Совершенно верно. Это все, что у нас есть на банковском... Компенсация морального вреда. Да, все, что есть на банковском счету, к сожалению, ничего. Хорошо. Еще у меня есть дочь, несовершеннолетняя, десятилетняя, и нужно ее тоже как-то на что-то воспитывать, понимаете, поэтому вот это все деньги, которые... А у Марии с Егором дети остались? Да, конечно. У вас тоже? У вас сколько детей? У нас двое детей. Двое детей. У меня теперь двое детей. Мария Романовна, как относитесь к такому предложению компенсировать моральный вред в размере 500 тысяч рублей? У меня... У меня... У меня просто... Я дарречь теряю от этого вранья. Понимаете, во-первых, Кирилл совершил это убийство намеренно. Это не было случайностью. Во-вторых... А почему вы так считаете? Потому что вот у нас сидит виновница вообще всего этого происшествия. Дело в том, что у моего покойного мужа и у Натальи была любовная связь. Они два года встречались за моей спиной и за спиной ее мужа. И когда он... Он что-то чувствовал, видимо, он что-то подозревал, он смог взломать ее телефон и убедился в этом, что ему жена наставляет рога с лучшим другом. Понимаете? Конечно, это потрясение для любого нормального человека. Вот он и позвал Егора на охоту. Там они стали выяснять отношения, и он его убил. А потом он позвонил мне до того, как приехала за ним полиция. Он позвонил мне и все рассказал. Он сказал, как есть то, что его жена ему изменяла столько времени. И он убил моего мужа. А где эти доказательства? Ну, нет этих доказательств. Понимаете? Мы были только друзьями. Мы были друзьями с мужем Марии, с Егором. Наталья, ну, наверное, не просто так все-таки по 105-й Кирилла, да, обвиняют по этой статье. Ну, это просто роковая случайность, понимаете? Это было принамеренное убийство, как я понимаю. Потому что человека нет, и я понимаю, что это, ну... Потому что это совсем не убийство по неосторожности. Во-первых, вот сидят доказательства живые. А это вот Анатолий Юрьевич, я так понимаю, да? Да. А в смысле доказательства? Толь был с ними. Толь был с Кириллом и Егором на этой охоте. Да, поэтому он может это подтвердить и рассказать. Я близкий друг как Егора, так и Кирилла. И все видел, что произошло между ребятами в лесу. Что там произошло? Я долго молчал, потому что не хотел задавать друга. Но мне объяснили, что сокрытие информации может повлечь мою ответственность уголовно. Поэтому я все расскажу и на суде, и вам. Мы были в лесу в тот день. Мужики нормально приняли алкоголь на грудь. Я не пил, был за рулем, должен был отвезти их назад. И они напились. И Кирилл заявил Егору, что в курсе о его связи с Наташей. Он долго нервничал, переживал. Не мог поверить, что Егор мог его предать. Таким образом, они три раза чуть не подрались. Я их разнимал, пытался их увезти домой. Меня никто не слушал. В итоге Егор начал злиться на Кирилла. И наговорил гадость ему. Что он не какой мужик, плохой муж. Короче, там Кирилл не сдержался. Схватил ружье. Я единственное не знаю, откуда он взял патроны с пули. Обычно с дробью ходят. Наверное, приготовил. Потому что Егор стал убегать от него. Да, если науток, то я так понимаю, это с дробью. С дробью убить-то можно только если в упор. И когда Егор стал убегать, я, к сожалению, не успел остановить их. Услышал выстрел, догнал Кирилла. Он стоял уже над трупом Егора. И там видно было пулевое отверстие явно. Поэтому это была не случайность. Они вместе пили, у них произошел конфликт. И он убил любовника своей жены из-за ревности. Понимаешь, и ты хочешь отделаться какими-то вонючими 500 тысячами. Ты понимаешь, что из-за тебя я осталась вдовой. Мои дети будут расти теперь безотцовщиной. И вот это вот, знаешь что, засунет о себе вот куда. Да, хорошо, хорошо. У нас была связь некая с Егором. Но она была просто, какие-то эти отношения были просто сложные и непонятные. Понимаете, муж хотел, ну, Егор, хотел уйти даже от Маши. Хотел оставить детей. Я это не хотела делать. Это вранье. Это вранье. Меня все устраивало. Я абсолютно не хотела ничего менять. Я думала, это был легкий флирт. Ты никаким образом, я понимаете, не могла ей предположить, чтобы вот это все выйдет, и чтобы муж, ну... Но он убил. Ну, это была роковая случайность, понимаете? Нет, это не была случайность. Это роковая случайность. Просто траектория пули каким-то образом попала. Да нет, это не роковая случайность. Мой муж не убийца. Нет, он не убийца. Это преднамеренное убийство, даже несмотря на то, что Егор, наговорив гадости, можно сказать, может быть, это спровоцировал в какой-то степени, но вообще не надо говорить гадости, не надо устраивать разборки с человеком, и обсуждать измены своих лучших друзей с человеком, у которого огнестрельное оружие в руках. Но в любом случае, я так понимаю, что здесь 105-я статья. Никакой переквалификации на случайность не будет в убийстве по неосторожности. Это однозначно будет убийство, и срок будет у Кирилла серьезный. И даже вряд ли, конечно, повлияет заявление, как потерпевшей стороны Марии Романовны, о том, что ей возместили моральный вред. Как можно возместить моральный вред? Ну, Мария Романовна, вы знаете, мы же не вернем Егора, никто этого сделать не может. Но законом предусмотрено ваше право на компенсацию морального вреда. Моральный вред взыскивается в денежной форме. У вас дети несовершеннолетние? Вот у меня свидетельство, 9 лет и 11. 9 и 11. Они тоже, как потерпевшие, имеют право на компенсацию морального вреда. Безусловно, сумма 500 тысяч для трех членов семьи, которые остались без отца, без мужа и без кормильца, безусловно, это не та сумма, которая может компенсировать вред. Через суд будет взыскана более, естественно, солидная сумма. Вы знаете, у меня есть еще автомобиль. Может быть, это как-то спасет ситуацию. Я могу его продать и выручу, я думаю, порядка около миллиона рублей. То есть вот это все, что есть, получается полтора миллиона. Полтора миллиона рублей. Наташа, ситуацию уже ничего не спасет. Ты можешь это понять? Я понимаю, это никаким образом не вернуть и деньги, и все, что угодно. Но пойми, как бы и мужа моего, я считаю, что он не виновен, он не убийца. И просто если ты сможешь принять эти деньги в качестве компенсации, ну, мы будем только рады. Наталья, а вы говорите, муж не виновен. А вы считаете, кто виновен в этой ситуации? Ну, я считаю, это просто какая-то, не знаю... А вы не виноваты? Далее в программе. Он предлагает тебе со своей половины перевести тебе еще 10%. А зачем мне подачки-то от этого убийцы? Почему тело погибшего бизнесмена не могли найти несколько лет? Зачем вдова стала сожительствовать с убийцей первого мужа? И простит ли сын смерть отца? Он думает, что эти деньги, миллион семьсот тысяч рублей, лежат у Тагайбека где-то на полочке, специально его дожидаются. Фигаль я должен прощать ему, нанесенный мне ущерб. Кабина пластикового уличного туалета обрушилась на крышу иномарки и полностью утопила ее в фигалии. Что это? Роковое истечение обстоятельств? Или чья-то изощренная месть? Ну, немного. Возможно, есть моя вина, что я позволяла как-то вот этому флирту дойти до чего-то. Но я никаким образом не могла подумать, что муж вообще узнает это, во-первых. И что вот поднимется такая... Все тайное когда-то становится явным, понимаете? Да. Ну, ты животное. Два года отношений с лучшим другом мужа не могли просто так пройти бесследно. Ну, насколько я понимаю, Наталья Леонидовна все-таки чувствует какую-то свою вину. И все-таки я не думаю, что большую сумму, чем полтора миллиона рублей, которые она сейчас предлагает, взыщет в суд. Да? То есть это, в принципе, нормальная сумма компенсации. И не столько даже сейчас я вижу, что Наталья хочет, ну, как-то себя, может быть, своей души грустно-ответственности снять и компенсировать эти деньги вам, чтобы, ну, как бы немножечко свою вину загладить. Поскольку вы, даже если напишите заявление о том, что вам возмещен моральный вред в добровольном порядке, ну, дадут Кириллу не 10 лет, а 9 с половиной, он все равно сядет. И все равно сядет надолго. Потому что это умышленное убийство. Его никто не отпустит из зала сюда. Условный срок ему никто не даст из-за того, что вы приняли эту компенсацию. Но в любом случае у вас двое несовершеннолетних детей. Вы сейчас потеряли кормильца. И нет смысла сейчас отказываться от этой суммы. Это хорошая сумма, которую может взыскать суд. Только это будет потом, у вас еще гражданские иски. Я считаю, что сейчас можно согласиться и принять ее в добровольном порядке. Подумав в первую очередь, конечно, о детях. Потому что, ну, Егор не вернет ничего. Никакие деньги не покроют эту потерю. О ком я еще думаю теперь? Но подумав о детях, может быть, стоит согласиться на такую компенсацию? Полтора миллиона рублей. С большей авцией. Сейчас 500. И миллион в течение того, как я продам машину автомобиль. Ну, месяца вам хочется продать автомобиль. И еще в течение месяца еще один миллион. Соглашаетесь? Да. Соглашаете. После получения всей суммы можете написать заявление и предоставить его в суд, что моральный вред возмещен. Причинительный вреда в добровольном порядке. Да? Да, хорошо. Соглашаетесь. Спасибо. Пожалуйста, тогда передавайте 500 тысяч рублей и еще миллион в течение месяца. Ну, я досчитаю, что это самое правильное решение в данном случае. И рад, что стороны хоть вот на такой ноте смогли договориться. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Стороны договорились. Я надеюсь, что эта компенсация в размере миллиона пятьсот хоть как-то смягчит вину. И я надеюсь, что приговор будет изменен в пользу моего мужа. Потому что, конечно же, я бы хотела, чтобы не так надолго его посадили. Я очень надеюсь, что Кирилл получит по полной. А Наташе очень надеюсь, что ее накажет жизнь как следует. Я сам в шоке. Потерял двух друзей. Один в могиле, один в тюрьме. Хватит скандалить. Поместить мою дочь. Да не поместить твою дочь в тюрьму. Это тоже моя дочь. Учитесь не доводить до суда. Либо ты берешь, что я тебе предлагаю, либо ты застаришься, пока ты в суде будешь ждать своего решения. Мировое соглашение вам в помощь. Было вас за что избить, правда? Берите 200 тысяч и примеряйтесь. Каждый будний день на нашем телеканале. Тагайбек Рустамов и Эшмат Муратов хотят заключить соглашение об отсутствии взаимных претензий. Уверены, что в дурно пахнущей аварии виноват сам хозяин машины. Борис Пронин готов подписать мировое соглашение только в обмен на полную компенсацию за пострадавшую машину. Я Рустамов Тагайбек Мурадалиевич. Мы работаем в загородном доме. В загородном у Бориса Евгеньевича работаем. Так, а что строите? Это какая большая строителька? Мы строим загородный дом. А, загородный дом. Все. Загородный дом Борису Евгеньевичу. Да. И он заказчик ваш? Да, он заказчик. Так. Он потребовал перевести туалет с одного места на другое. А какой туалет? Обычный уличный туалет. А, уличный. Пластиковый. Кабиночка вот эта синяя, да? Да, пластиковый. Так. Я отказался. Туалет уже был довольно-таки наполнен. И мало того, для переноса нужен манипулятор. Так. А манипулятор стоит денег. Попросил у соседа манипулятор, сосед строитель. У него как раз был. Но проблема в том, что манипулятор этот неисправен. Заводится-то он заводится. А уже с управлением проблема. Сосед, конечно же, его предупредил об этом, что манипулятор неисправен. Так. И при переносе данного объекта, то бишь туалета, с места на место, туалет упал. Упал и, грубо говоря, похоронил под собой машину. Они мою машину новую практически два года превратили. А зачем тогда, если знали, что неисправный манипулятор? Он заставил меня просто сесть за руль. Как он заставил человека? Захотел срубить бабла по-лёгкому. И вызвался сделать эту работу. Он заставил Тагайбека сесть за этот манипулятор. Буквально вынудил его. Сказал, денег не заплачу, работу другую не предоставлю. Вот это не было этого. Это вообще пустые слова. Не перенесёшь туалет на неработающий манипулятор. С места на место. Ну и вот, в итоге он имеет развалюху полную и требует с бедного несчастного Тагайбека. Естественно, вот у меня оценка машины на данное происшествие. Она стоила миллион семьсот тысяч рублей. Ни больше, ни меньше. Я это не с воздуха взял. Так, а всё, что ли, она прям совсем? Всё, в хлам полностью. И не почистить никак нельзя? Нет. А, на неё, что ли, упал прям кабина? Придётся не платить за машину. Естественно, а кому ещё? У меня такой деньги нет у меня. Я так понимаю, Борис Евгеньевич просит Тагайбека возместить полностью стоимость автомобиля? Да, получается так. И он думает, что эти деньги, миллион семьсот тысяч рублей, лежат у Тагайбека где-то на полочке. Специально его дожидаются. Слегаля должен прощать ему, нанесённый мне ущерб. Пусть платит. А какое ваше предложение? Это такой деньги, миллион семьсот тысяч. Какое ваше предложение? Наше предложение таково. Мы пригласили Бориса Евгеньевича сюда для того, чтобы подписать мировое соглашение. В противном случае я пойду в суд, я приглашу свидетелей. У меня есть такие люди. Даже не хочу слушать эту чушь. Кто-то что-то, кому-то сказал, сейчас кого-то позовёте. Всё это пустые слова. Если ты требуешь, то есть деньги от меня. Факт один. Дешмат Кованович, вы сейчас хотите на каких условиях подписать это мировое соглашение? Что-то вы предлагаете какую-то компенсацию в меньшем размере или что? У меня столько денег нет. Даже я дом продам на родину. Снять взаимные претензии. Я здесь заработаю за копейку. Чтобы Борис Евгеньевич отказался от своих претензий по возмещению. Совершенно верно. При чего это я должен прощать? Ему нанесённый мне ущерб. Ещё раз говорю. Это же ты виноват. За рулём манипулятора он был. Нет, перед тем, сеть за руль. Прошу прощения за автологию. При всех манипуляциях с данным манипулятором, его вина очевидна. Он заставил методом уговоров, методом доведения человека до определённых крайней степени. Он бригадир. Его делал стройка с мета сроки. Я его бригаду держу в строгости. Да, каждую копейку считаю. И каждый гвоздь. За халтуру и безделие платить не готов. Если я пораньше узнал, я сюда работать не пришёл. Вот он и решил мне отомстить через этого Тагайбека. Нашёл за кого заступаться. От Бориса Евгеньевича многие пострадали. Он деньги не дает. Я разгоню вас участка без оплаты. После окончательной работы он задерживает 3 месяца, год. От него 10 человек пострадает. А вы ещё на колених работу просить? По договору работаете? Да, мы по договору по трудовому контракту. Есть договор, но они косячат. И поэтому я покупаю новые, опять же, астроматериалы. И мне приходится штрафовать за то, что они неправильные и некачественно выполняют свою работу. Вопрос в том, что кто косячат. Ну давайте к автомобилю. Я так понимаю, у нас предмет спорта. Да, это автомобиль. Миллион семьсот. Оценка его будет. Миллион семьсот тысяч на момент этого происшествия. На момент происшествия. То есть он уже был не новый. У меня машина тоже пострадает. Все равно копейка. 20-го года, вижу. Так, ну, то есть как вам такое предложение? Вот ребята просят, чтобы сняли с них все претензии. И они к вам не предъявляют претензии. Ну а с регалией я должен еще раз говорю, прощать ему. Мой ущерб-то. А по их мнению, здесь есть ваша вина. Ну если вы не услышали их. Они говорят, что вы почему-то свой автомобиль не убрали. Из, так сказать, траектории движения туалета на манипуляторе. Это как-то неразумно, я считаю. Человек, у которого есть автомобиль, зачем? Почему нельзя было отогнать? Потому что неисправен. Ну если бы нельзя было проехать, зачем туда вообще ехать? За манипулятором был вот Тагобаев. А где вы взяли этот манипулятор? Где вы взяли манипулятор? Манипулятор взял у соседа. Так, он был исправен? Он был исправен. Там слетчик каким-то недочетом. Я так только не понял. Он объяснил, что работать можно. То есть он в течение часа можно работать. А почему тогда упал туалет? Вы считаете, что... Да потому что без руки Рустамов. Без руки. Как? Я там работаю уже долго, долго лет там работаю. Мне все знают там в селе. Я работаю за копейку работаю. Дмитрий, действительно, он работает в селе разнорабочем. Он добрейший души человек. Он выполняет любую работу за любые копейки. И народ ему отплачивает то, как чем может. Давайте теперь, потому что человек хороший, будем ему деньги платить, зарплату повысим. Но, и также все знают, какой пронин жмот. Лютый жмот. За сотку. Ты чего мои деньги-то считаешь? Как за миллион. Буквалатор мой, что ли? Понимаете? И вот исходя из купости. Сэкономил? Заработал. Я не буду по такому принципу. Вот и все. Все просто. Ты просто хотел сэкономить деньги. Ну вот вы сэкономили на манипуляторе, на нормальном. Понимаете? И на операторе манипуляторе. Потеряли машину. Миллион 700. Вот вы сэкономили и не заработали. Потеряли. Так пусть оплачет мне теперь. Откуда я набит? А он чем? Я в суд. А пусть он все продает на родине. А не хватит денег, будет отрабатывать. Даже ссенчику придется работать. Вы считаете, вы пойдете в суд, выиграете дело, его обяжут возместить вам стоимость автомобиля. А Дагайбек уедет к себе домой. Вы получите это решение суда. Он паспорт тоже забрал. Я как буду работать дальше? А с чего это вы паспорт забрали? Ну да, паспорт Рустамова у меня. Так иначе сбежит он, ясное дело. Вот выпадет вне ущерб. А вы знаете, что это незаконно удерживать паспорт другого человека? Вы знаете, что за это ответственность предусмотрено? За это мы пойдем к суду. И куда он сбежит? У нас наказательство тоже есть. И куда он сбежит? Он не такой человек. Не надо по себе мерить. Он, ну, я так понимаю, вы же не гражданин России, да? Нет. Не гражданин России. Гражданства нет. Ну, или ты даже если к себе на родину, будет у вас решение суда на руках. Он не будет его исполнять. Ничего ему за это не будет. На его страну наша юрисдикция не распространяется. Я с него ничего не получу? Нет, конечно. Нет? А где он сейчас их возьмет, эти деньги? Отрабатывать будет. Отрабатывать будет? Да. У вас? У меня. У вас будет отрабатывать эти деньги? А вы ему паспорт не отдадите? Как я отрабатываю? Пока не отработает, да? Пока не отработает, да? Да. А если они в суд пойдут? Да пусть хоть куда идут. Напишут на вас заявление в полицию за то, что вы паспорт удерживаете. Моральный вред потребует. Нет, тогда мы тоже пойдем в суд. И более того, Дмитрий, хозяин манипулятора готов подписать также заявление. У них свидетели есть. У них свидетели есть. Потому что хозяин манипулятора неисправен. И он говорит, что пойдет и поддержит нас тоже. Так. Что с этим делать будем? Далее в программе. Он предлагает тебе со своей половины перевезти тебе еще 10%. А зачем мне подачки-то от этого убийцы? Почему тело погибшего бизнесмена не могли найти несколько лет? Зачем вдова стала сожительствовать с убийцей первого мужа? И простит ли сын смерть отца? То есть вы, я так понимаю, вы хотите этот ущерб взыскать в суде, правильно? Вы придете в суд, ответчиком будет Тагайбек. Вот он приведет свидетелей, которые скажут, что вы использовали неисправный, вас поставили в известность, что манипулятор неисправен. Вы свою машину не отогнали. Туалет предварительно, перед тем, как его переносить, неважно, на 10 метров, на 5 или на 3, не вычистили. Да какая разница? За рулем-то был не я. Принимали решение все вы. За рулем был вот Тагабаев Рустам. Да, ваш работник, которого вы заставили сесть за этот манипулятор, который был изначально, вы знали об этом, что он неисправен. Как вы думаете, как суд к этому отнесется? Чувствую, вы склоняете меня к тому, чтобы я согласился на примирение сторон. Да, а за то, что вы паспорт удерживаете, там прям вообще, это прям серьезное правонарушение, я вам хочу сказать. Еще у меня 10 человек есть от Болисы Евгеньевича, которые пострадали. Он деньги не дал, кидали их. Это не до счета, это то, что плохо работают. Нет, просто мне кажется, вот этот ваш автомобиль, я все понимаю, ущерб, все понимаю. Вот это результат, его надо списать на издержки вашей прижимистости. Вот серьезно. Вы вот сделали все максимально для того, чтобы этот туалет упал именно на ваш автомобиль и сделало его тотально невозможным к использованию. Все. Чтобы он был уничтожен. Вы все для этого сделали. И тому есть свидетели и доказательства. Чего вы сейчас требуете? Все к тому, что я ни в коем случае в любом... Нет у вас шансов, в суде нет, честно, ну нет. Даже если вдруг будут какие-то деньги взысканы, вы их никогда не получите. Они будут на бумажке в решении суда. Можете повесить себе в рамку в туалете. А вот заявление, если Тагайбек напишет на вас, чтобы паспорт у него удерживать, это вам грозит определенными последствиями. Понимаете? То, что этого делать нельзя. Незаконно удерживать паспорт другого гражданина. Это предусмотрено ответственность. Да, он же сразу бы сбежал. Ну, вы понимаете, вы еще в заложники его возьмите. Лишение, незаконное лишение свободы человека. Придумали. Он не такой человек. Ну и бог с ним. Ладно. Верну я паспорт. Рустамову. Согласен на примирение сторон. То есть снимаете взаимные претензии к друг другу. Тагайбек не обращается ни с каким заявлением в полицию на вас, чтобы паспорт удерживать, а вы снимаете претензии по возмещению стоимости автомобиля. Да. Да? Да. Договариваются с стороны? Всех это устраивает? Снимаем претензии. Точно? Да. Паспорт только не забудьте вернуть. Паспорт верну. Забирайте оценку. Рад, что стороны договорились. Большое спасибо за участие. Всего доброго. Стороны договорились. Хорошо, что все закончилось. И таких людей, вот как Пронин, надо наказывать зажимистых. Да, конечно, я больше не буду работать у Бориса Евгеньевича. Я оттуда уйду. Вот так. Если бы я пораньше узнал, он такой человек, я бы там не устроился на работу. Не умеют работать, будут отвечать. И ненужные мои деньги считать. Причины конфликтов стары, как мир. Я влюблен в тебя, дуру, по ушу был. Ты понять можешь, нет? Предательство. Она меня кинула, кинула. Деньги. Вы мне выплачиваете миллион. Вот тебе, понял, миллион. Секс. А она уши развесила, ноги раздвинула. Способы решения изменились. Ой, собаку завести лучше всякого психолога, поверьте. Маленький комочек счастья. Смотрите мировое соглашение с Дмитрием Агрисом. Вера Санталова похоронила мужа и предлагает сыну примириться с заказчиком его убийства. Егор Санталов жаждет отомстить сожителю матери за смерть отца и мечтает разрушить их совместный бизнес. Я вас внимательно слушаю. У меня был муж Влад. У Влада был друг. Андрей Владимирович Зотов. Отличный друг. Чьи интересы я и представляю. У них был совместный бизнес в 90-е годы. И какие-то предприятия они выкупили и начали сдавать в аренду. Или какие-то где-то... В общем, они стали налаживать производство. В 2015 году это все привело к очень серьезному и хорошему бизнесу. И в этом же году... То есть из 90-х годов Влад и Андрей, у них был общий бизнес. Они вместе работали, были мало того компаньонами, так они еще были друзьями. Ага. Да. И вот как раз в 2015 году пропал без вести мой муж. В 2015 году Влад пропал. Да. В 2015 году пропал. И как бы поговаривали, что он сбежал. Пока моего пропавшего мужа искали, Андрей обратился в соцзащиту с целью договора об управлении имуществом пропавшего соучредителя. Угу. Прибрал к рукам бизнес моего отца. У них бизнес был пополам. Да. У Андрея и Влада. И у Андрея и у Влада все было по 50%. Вот. Соответственно, право Андрей на имущество своего компаньона он получил. И достаточно могу сказать честно и добровольно переводил проценты с доходов мне на счет. Тем самым он помогал и мне, и моему сыну. И вообще Андрей заменил, можно даже так сказать, отца, потому что... Нет, нет. Потому что Андрей... Мой отец, это мой отец. А твой любовник, это твой любовник. Он мне никогда бы не заменил отца. В какой-то момент, да, мы стали жить вместе. Вот, тем самым он и стал и руководить бизнесом. С Андреем, да? Да, да. Вот, но три месяца назад нашли в лесу зарытый труп и по экспертизе ДНК определили, что это мой муж. Было возбуждено уголовное дело по факту об убийстве. Следствие доказало, что совершил убийство охранник Андрея, то есть моего мужа. А вы сейчас с Андреем уже женаты? Мы живем вместе. Женаты или нет? Нет, официально нет. Просто, ну, мы сожители. Он собирается с ним пожениться. То есть, подождите, значит, следствие установило, что Влада, вашего бывшего мужа, убил охранник Андрея? Да. Да. Нашли этого охранника, охранник подтвердил, что действительно Андрей просил, ну, избить его за не очень хорошее ведение дела. Мой муж, Влад, он очень хорошо подставил и бизнеса людей на фирме. Андрей разозлился и попросил охранника поехать к нему и разобраться, ну, просто по-мужски. Вот. И охранник не рассчитал. Убить его? Нет, просто набить морду. Просто набить морду? Да. Ну, грубо говоря, да. И что, перестарался, что ли, охранник? Ну, там, да, как-то не очень хорошо вышло. В общем, произошло то, что произошло. Как ты ручаться-то за это можешь? Он его убил, и, естественно, со страху он его зарыл, закопал. И вот, как бы сейчас охранника... Охранник об этом Андрею-то сообщил? Андрей-то знал об этом все это время? Нет, Андрей ничего не знал. Охранник просто сказал, что да, я с ним поговорил, и все. И после этого муж пропал, и поэтому мы думали, что он просто после разговора он сбежал. Испугался и сбежал, потому что, действительно, дело было очень серьезное в тот момент. Так, но охранник сейчас проходит по уголовному делу, я так понимаю. Да, и Андрей сейчас тоже в СИЗО. И Андрей тоже в СИЗО сидит. И Андрей, да? Да, Андрей тоже в СИЗО идет... Наверное, его как заказчика, да? Ну, обвиняют, да, но сейчас просто идет процесс. Так. Я просто хочу сказать к тому, ввиду к тому, что у Андрея 50% в бизнесе, да. И мне по наследству от мужа достается тоже 50% мне и сыну. То есть 3 четвертых моих, 1 четвертая сына. От 50%. То есть 37,5% у меня, 12,5% у сына. И суть проблемы в том, что сын хочет выдернуть эти проценты 12,5%. Не только их. Я хочу и твои выдернуть 37,5%, чтобы у нас было 50%. Мы продали это кому-нибудь и открыли свое дело. И дальше что? Так, подождите, значит, у Андрея 50% он сейчас в СИЗО. Кто сейчас бизнесом-то управляет? Я. Вы управляете бизнесом. Да, потому что у меня 37,5% и фактически получается управление с Я. Так. И что вы предлагаете сейчас? О чем хотите с Егором договориться? Егор просто сейчас из-за мести хочет, я не знаю, наверное, вершить какое-то правосудие. Хочет забрать эти 12,5%. И я просто не могу даже... Как забрать, если они ему принадлежат? Вы что хотите сделать, Егор? Лично я хочу, чтобы я с моей мамой продали эти 50% от нашего общего и не имели никаких дел с этим убийцей. А она вообще, вы представляете, она собирается выйти за него замуж. Он сидит в СИЗО, она собирается выйти за него замуж. Ну, во-первых, доказано, что он не убийца. Нет, следствие ведется, пока не доказано. Но охранник признался, что убил он, и убил он тоже... Мало ли, что он признался. Он убил случайно, он не киллер, он тоже хороший человек. Просто так произошло. Хорошие люди не бьют морду в лицу. Что ты с этими 50% хочешь сделать? Я тебе предлагаю оставить твою долю у нас и дальше вести бизнес. Это может быть даже семейный бизнес. Какая мы семья? Он твой любовник, который убил моего отца. Он мне в лицо говорил, что вот твой папа вернется, что он был отличным другом. А в итоге-то он знал, где похоронен мой отец, закопан. Во-первых, он не знал, где похоронен, где закопан. Он точно так же его искал. Это во-первых. Во-вторых, с чего ты решил, что у нас вместе не получится? Все, я тебе предлагаю вместе соединиться. И в-третьих, почему ты так на Андрея агрессируешь? Я понимаю, вместе, все такое. Но ты немножко подумай мозгами. Егор, Андрей предлагает зарыть топор войны и все начать с чистого листа. Он предлагает тебе со своей половины. То есть со своих 50% перевести тебе еще 10%. А зачем мне подачки-то от этого убийцы? Почему подачки? Это очень хорошее предложение. Почему подачки? То есть получается у Егора в итоге будет 22,5%. Да, все верно. И ты подумай, это очень хорошее предложение на данный момент. Просто смотри, так может случиться, что и мои проценты потом тебе перейдут в наследство. Ну, вы сейчас, Егор, я морально вас где-то понимаю, но если мы вернемся все-таки к бизнесу, у вас сейчас 12,5%. Ну, у вас понятно, что нерешающий пакет, да? Вы миноритарий, так называемый, с небольшим процентом учредитель. Вера Викторовна не настроена продавать свою долю, она настроена дальше поддерживать Андрея и работать, как бы управлять бизнесом и все. Вы можете, конечно, свои 12,5% продать. Не хотите продавать, но можете им там мелкие палки в колеса в управление бизнеса ставить. Кто от этого выиграет-то? Никто не выиграет. Правильно? И ты много потеряешь. Тебе всего 18 лет. А сейчас вам предлагают увеличить вашу долю до 22,5%. Вот Андрей вам хочет 10% передать. Это уже, как бы, будет у вас уже весомее. И все-таки, мне кажется, ну, я понимаю, ситуация ужасная. Но Андрей, я не знаю, знал он или не знал, да? Ну, это там наследствие уже выяснит. Знал он, что Влада уже нет в живых или не знал. Но в любом случае, он не бросил семью своего партнера. Он помогал, он помогал. Он помогал, а он делал бизнес. Он помогал из чувства вины, знаете? Ну, какое чувство вины? Мой отец был самым лучшим человеком. Ты понимаешь, ты очень многое не знаешь. Что? Ты просто не знаешь, что у Влада сорвало так крышу из-за наличия большого, огромного количества денег в руках, что он стал наркоманом и игроманом. Он просто в таком состоянии ездил за рулем, пьяный, в наркотическом состоянии. Он не приходил домой. Он мне изменял. Он не присутствовал ни на каких совещаниях нигде. Наш бизнес-то трещал по швам. Он на все эти свои удовольствия, он спускал деньги фирмы. Ты знал об этом? Нет. Потому что тебе, Андрей, не хотел об этом говорить, и я не хотела тебе это говорить. Я так понимаю, Вера Викторовна, это вот это стало причиной конфликта между партнерами? Его Влада такой образ жизни? Да. Мало того, он вел такой образ жизни. Он игроманом еще был? Деньги-то в казино проигрывал? Он не в казино. У него на даче был свой подпольный игорный клуб. Где он там и тусовался, и наркотики, и женщины, и все остальное. И как раз в тот день, когда охранник поехал разбираться, когда Андрей его послал, у нас был договор с компаньонами, с госструктурами. То есть у нас очень хороший налаживался тогда партнерский бизнес с другими людьми, да. Была сделка какая-то, уже готовилась. И на эту сделку, естественно, Влад не приехал. То есть он подвел всех. И, соответственно... Сорвался какой-то контракт. Ну, достаточно очень большой. Да. Поэтому Андрей разозлился, послал охранника, потому что по-другому... Андрей пытался поговорить со своим другом, действительно, по-приятельски, хорошо, но на тот момент он уже вообще ничего не соображал, потому что человек в наркотической зависимости был, и он ничего не соображал. Он жил здесь и сейчас, и он говорил, я хочу наслаждаться своей жизнью. И ему было все равно. Андрей тянул эту лямку, но ничего сделать не мог. А то, что с охранником так получилось. Да, он поехал разобраться, но не рассчитал силы, и вот так вот получилось. Я не знал об этом. И Андрею он даже об этом не сказал. Он просто сказал, что да. Вы о своем папе такого не знали. Нет. Я думаю, что были причины, и разумные у Веры Викторовны скрывать об этом, зачем расстраивать ребенка. Но сейчас вот, видите, не такой уж идеальный ваш папа был. Ну, это хорошо, что ты по-взрослым решил со мной поговорить. Допустим, не 10, а 15 процентов. Я считаю, что сын все-таки имеет на моральную компенсацию. Ну, смотри, 10 процентов, тебе 10 процентов Андрей предлагает. Ты что хочешь? Чтобы он дал 15 процентов. То есть еще больше, 15 процентов. Но ты же понимаешь, что у Андрея тогда будет от его 50 процентов еще меньше, чем у меня. А кто будет руководить компанией? Тот, кто владеет большей частью, правильно? Я не готова владеть этой компанией, потому что у меня опыта нет. У Андрея он огромный. А ты готов? Ты нет. Тебе 18 лет. Тебе учиться надо. Мне кажется, 10 процентов щедрое предложение. Ну, хорошо, мам. Я согласен, но жить я с вами точно не буду. И с Андреем у меня будут исключительно деловые отношения. Это твое личное дело. Никаких контактов у меня с ним не будет. Хорошо. То есть вы согласны на 10 процентов? Да. И бизнес остается сейчас в этом состоянии. Вы не продаете свою долю. Никаким образом не препятствуете работе предприятия. Хорошо. И все получаете оттуда прибыль. Хорошо, что стороны договорились. Я очень рад. Удачи, Андрей, в уголовном деле. Спасибо за участие. Всего доброго. Я очень рада, что мы обратились к Дмитрию, потому что с сыном мы не смогли бы договориться, а с помощью Дмитрия мы пришли к мирному соглашению. Я взрослый человек и понимаю, что личное – это личное, а бизнес – это бизнес. С Андреем у меня не будет никаких взаимоотношений, кроме как бизнеса. Дмитрий Агрис привык слышать такое. Тебя не хватает сил на секс. Это все, что тебе нужно. Ни один мускул не дрогнет, когда он видит такое. Я тебя убью, порву на кусочки. Он – гений компромисса. Вы как рекомендуете поступить? Я считаю, что здесь надо договариваться миром. Не пропустите мировое соглашение на нашем канале. Я всегда на стороне закона, справедливости и здравого смысла.